Я вам расскажу про окот у овец и какие у них отличительные особенности породы. Все время кто-то покрыт, кто-то родил. По сравнению с козами намного крепче и проще в содержании. Мы потихоньку берем на руки, даем погладить, дети счастливы. Ребята, всем привет! Сегодня видео про овец, про окот у овец. Счастье это или тяжелая работа, какие бывают сложности, что можно и что нельзя делать с ягнятами. Я вам сегодня все это расскажу. Меня зовут Филипп Захаров. Я основатель усадьбы 4 сезона экофермы Захаровой. Поехали! И вот смотрите, вчера у нас родилось 2 ягненка. И мы решили срочно снять видео про это, рассказать. Это счастливый, интересный момент. Пришли сегодня с утра, а здесь уже не 2 ягненка, а 4 и 3 овечки, 3 мамаши свежеиспеченные. Вот сейчас я взял ягненка на руки, и мамаша сразу подошла на меня, каким-то странным звуком рычит. У нас в хозяйстве мы содержим овец романовской породы. Это традиционная русская порода овец, мясошерстная порода, и шерсть, и мясо от нее можно получать. Мы только мясо. Шерсть, к сожалению, сейчас никому не нужна. И какие у нее отличительные особенности породы? Вот черная голова, серая шерсть, черные ноги. В идеале, вот видите, если у этого ягненка у него белая головка, этого быть не должно. Должна быть черная голова, и тогда чистая порода. Но в принципе, на самом деле, разницы нет. Они и так очень милые, красивые, и нас они радуют. Надеюсь, и вас они порадуют в этом видео. Мы продолжаем. Ребят, сейчас такой момент интересный. Я зашел в помещение, где у нас содержатся только что родившие мамаши со своим потомством. И смотрите, вот я сижу посередине, они все разбежались от меня. Потому что, конечно, они чувствуют какую-то опасность, им не нравится, что я сюда пришел. Но мы потихоньку не будем их нервировать. Я специально сел, потому что овца, она боится всех, кто выше ее. Если кто-то ниже, то она уже спокойнее к этому относится. Поэтому, если заходите к овцам, всегда лучше присядьте на корчеки, тогда они меньше вас будут бояться, меньше будут разбегаться. Ну и, естественно, если вот еще дать им сухарик, то они вас будут любить. Сейчас я вам расскажу про окот у овец. Что такое окот? Окот это, по сути, роды. Такое профессиональное название. И овец, и укос он так называется. У овец все проходит очень легко. Она рожает сама, ей помощь практически не нужна. Родить она может в поле, в снег. Бывали случаи, у нас уходили они гулять. Там уходило 10 овец, возвращалось 10 овец и ягненок. Причем и в мороз, и в снег. Они сразу встают на ноги, бегут. Очень крепкие животные, приспособленные к выживанию. По сравнению с козами намного крепче и проще в содержании. Ну вот эту вот овечку я сначала покормил хлебом. И все, она теперь не может успокоиться. Ей очень хочется хлеба. Она чувствует, наверное, запах. У меня в кармане есть несколько сухариков. Не хлебом, а сухариками. И вот она все, она теперь все мои руки искусала. И показывает пример молодежи. Вот, смотрите, даже маленькие пришли ко мне. Один и второй пошел, иди сюда. Нет, на самом деле очень пугливые, конечно, животные. Овца к человеку относятся всегда с опаской. Но любопытство никто не отменял. Просто есть еще овечки, которых, допустим, мы выкормили соски. И они к людям относятся лучше, потому что они знают, что человек их кормил. И они меньше боятся. Которые не общались с детства с людьми, овцы, они вообще не подпустят. Вот так вот они в стороне будут, никогда не подойдут. В этом видео сегодня я рассказываю вам про ягнят, про роды. У нас был один раз случай, когда у овечки остановилась родовая деятельность. У нее ножки вышли, а дальше ягненок не пошел. Это была первокотка. Она первый раз в жизни рожала. Она очень нервничала, волновалась. Была вот здесь, вот в этом помещении. К сожалению, ягненок умер, мы его вытащили уже мертвым. Но овечку мы спасли. Если бы мы этого не сделали, то, конечно, и овечка бы умерла. Поэтому момент такой. Надо, хоть они и сами рожают, легко, быстро катятся. Могут двух, трех, четырех принести. Вот сегодня у нас по одному родили две овечки. И одна вчера родила двоих. Пошла пора, видимо, такая родов. И еще я видел еще одна у нас ходит в поле. Она прям дышит, дышит. И на боку лежит, живот раздут. Скоро родит. Хватит меня кусать. Вот это малышня. Они рожают помалу, когда первый раз рожают. Поэтому по одному. Первокотки. У нас на ферме где-то порядка двадцати ярок. Ярка – это овечка, которая будет рожать или которая рожала. Один баран. Ну и там где-то порядка десятка ягнят. Валухов. Валух – это кастрированный баранчик, так называется. Как происходит зачатие и вообще, как организован процесс размножения у овец, как они живут. Они сами все организовывают. У них есть баран, есть овцы. Баран контролирует процесс зачатия. Он контролирует, чтобы все были покрыты. Чтобы никто не ходил без дела. Вот она сейчас чувствует хлеб у меня в кармане. Сухарик. И пытается съесть вместе со штаниной. На, успокойся. Я думаю, это родившая мамаша. Ей очень хочется кушать, потому что ей нужно вырабатывать много молока. Для своих двух ягнят у нее родился мальчик и девочка. Мы обоих оставим. Мальчика мы решили оставить. Мы его потом сменяем на барашка. Но другого для продолжения нам рода он понадобится. Это вот, если честно, сколько я общаюсь с овцами. Вот эту вот овца я первый раз вижу такую наглую, упрямую и ничего не боящуюся овцу. Интересный такой момент. Вот здесь сейчас находятся три овечки и четыре ягненка. И она, каждая, знает своего. И не перепутает с чужим, и не подпустит к своему вымени чужого ягненка. Она, когда он рождается, полностью его вылизывает. Вот смотрите, раз, сейчас она отгоняет чужой. Чужой почувствовал, что все кушают. И решил тоже туда пристроиться. Но она чувствует, сразу отгоняет. Жестко, быстро и бескомпромиссно все это происходит. Вот я сейчас к ним пришел, к малышне. Немножко они все волнуются. Ну, сейчас успокоятся. Вот, малыш, иди сюда, не бойся. Каждая мама старается своего оградить от какой-либо опасности, защитить. Значит, у овцы расклад такой. Она ходит окотная, беременная, стельная. Не знаю, правильный термин, суть беременная. Она ходит, если вы знаете правильный термин, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я разовью свой кругозор, это будет полезно мне. Спасибо. И сходит она беременной 5 месяцев. Получается, она 5 месяцев беременной рожает ягнят. Где-то 1 месяц она отдыхает, потом ее баран покрывает. И она опять 5 месяцев ходит беременной. Таким образом, она рожает 2 раза в год. Сезона какого-то брачного у них нет. Просто идет бесконечный, безостановочный процесс. Все время кто-то покрыт, кто-то родил, кто-то готовится родить. И это бесконечный процесс. И все это на одном единственном баране держится. Вот это работа. Признаки скорого окота. Такие же, как я рассказывал про коров и прокос, основной признак, это наливается вымя. Если вымянули лось, ну и конечно по овце, вот когда она бывает 2-3-4 ягнят носит, по ней уже видно, что все, она как бочка, она уже точно скоро окатится. Вот, ух ты, да, вот так вот бывает. Не надо быть невнимательным. Об этом я рассказывал в предыдущем видео, как общаться с животными. Всегда будьте внимательны. Вот я был здесь 100 раз, и все равно сейчас меня очень больно укусила овца, потому что я просто смотрел в камеру, а не на них. У нас одна овца, такая у нас есть овца, мы ее зовут Баба Люба. Единственная овца, которая есть имя. Она у нас давно-давно живет, она вообще такая ручная, к людям добрая. И здесь ее очень много, может быть, вот это даже ее дочки. Она родила 3-х ягнят. И какой-то природный инстинкт у нее сработал внутри, в голове. Она отделила одного самого сильного, его подпускала к вымени, а двух других решила, что у нее жизненных сил не хватит выкормить, и она их просто не подпускала к вымени. То есть, по сути, они должны были умереть. Она решила так, что она может выкормить одного, а двое других обречены на смерть. Ну, естественно, конечно, мы это не допускаем. Мы взяли козье молоко, подходит для ягнят в соски. Всех их выкормили, выпаили. Где они сейчас бегают, я не знаю. Где-то среди этих, может быть, какая-то из этих овечек, одна из тех, кого мама не приняла. В этом нет ничего такого злого, это просто такой вот инстинкт, такой принцип жизни у диких животных. Вот я сейчас взял ягненка на руки. Мамаша немножко занервничала. Мы попробуем, может быть, она... Не переживай, иди сюда. Все в порядке, никто его не обидит. Не переживай. Посмотрите, какой он милый, маленький. Если вам нравится, можете поставить лайк этому видео, переслать кому-нибудь из своих друзей, пусть тоже посмотрят. Мы будем рассказывать, показывать. Мы давайте не будем его нервировать. Особенно мама нервничает сильно, пусть бежит. Беги, беги, все в порядке, все. Они еще маленькие, один день, только родились. Но уже крепкие. Намного крепче, чем козлята, намного крепче, чем телята. Все, они встали уже, бегают здесь. Зимой здесь овцы содержатся. А малышей осаживаем отдельно, потому что если поселить больших и маленьких, то могут травмировать их, и ягненок может погибнуть. Поэтому ягнята с мамами отдельно, и желательно вообще одна мама и ее потомство. У нас вот такие вот есть специальные помещения для молодежи. А большие овцы уже здесь. Вот у меня за спиной, если видите, кормушка. Мы ее обновим. Но суть в том, что вот решетка, туда загружается сено, овца подходит, потихонечку сено вытаскивает и ест. То, что просыпается, остается вот на полу. Это называется подложка. Зимой эта подложка поднимается до такой степени, до колена. Потому что всю зиму потихонечку они здесь, ну, естественные продукты отхода их жизнедеятельности. Потом это сено, это все спрессовывается, это все греется, работает как батарея. В помещении здесь всегда тепло зимой. И в конце зимы мы эту подложку отсюда выгребаем, относим на огород. У нас вот такая вот картошка. Но про картошку я не знаю, снимать видео или нет. Напишите в комментарии, если интересно, сниму, расскажу. Но мне кажется, все знают про картошку. Но может быть я сниму вам, допустим, что-то интересное, или Юля расскажет про картофель-копалку, которую вы уже все слышали. Если не слышали, посмотрите, Юлька там рассказывал хорошее интересное видео, у нее есть про картофель-копалку, картофель-сажалку, ковырялку, там еще какую-то косилку. Вот если у вас есть желание пообщаться с этими малышами, с ягнятами, вот, в принципе, я вот здесь нахожусь, тут однодневные и двухдневные ягнята. Аккуратненько, потихоньку, по одному-два человека можно зайти, погладить. Здесь самый такой момент, здесь опасный, что мы просто маму напугаем, они будут бегать и могут травмировать своих хигнят. Поэтому, когда мы заходим, я всегда вот так делаю, присаживаюсь на корточки, чтобы они меня не боялись. Самое главное не напугать мамаши, малыши, потому что они как-то поспокойнее к этому относятся. И можно вот уже погладить. Можно погладить, можно взять на ручки вот такого малыша. Просто аккуратненько. Мама очень нервничает, да? Но мы ничего плохого не сделаем. Не переживай. На УДО это не скажется. Если она микрофон не оторвет, то сейчас я подойду поближе и покажу вам этого малыша. Как вы думаете, девочка это или мальчик? По мордочке можно определить или нет? Ребята, это девочка. Я там нащупал у нее два сосочка. Ей вот сейчас ничего не угрожает, но мамы волнуются. Давайте мы отпустим и продолжим снимем до конца это видео. Смотрите, во время родов с овцой, конечно, надо ее, главное, не беспокоить, чтобы она не вскочила и никуда не побежала. Пусть она спокойно лежит и рожает. Если вдруг мы почувствуем момент, что что-то идет не так, либо там, если, допустим, 3-4 барашка, они могут друг другу мешать на выходе, могут пойти там не той стороной, тут, может быть, нужно какое-то родовспоможение. Один раз мы помогали, вот я уже рассказывал. В остальных случаях, в принципе, они рожают сами. Единственный момент, что когда только вылез ягненок, нужно помочь быстро очистить от слизи все дыхательные пути. Это нос и рот. Потому что, ну, чтобы он вздохнул, сделал первые вдохи, оставить его с матерью, дать его облизать. Потом у овцы, так же, как и у всех животных, у косы, у коров и у овец, есть так называемый послед, который должен отойти после родов. Это плацентов, в которых развивались плоды, плод или плоды, кто там у него был. И вот этот послед они всегда почему-то хотят съесть. Мы его... И вот это не послед, это микрофон, не надо его съедать. Да и послед тоже не надо. Послед нужно или сжечь, или закопать. Животному съедать не надо давать. Они, когда рождаются, они сразу такие вот красивые, милые, у них уже сформированы копытца, у них уже зубки есть, у них носик, язычок. Они очень красивые. И вот это просто маленькая-маленькая копия овцы. Поразительно, как вот робе развивается уже с копытами. Я когда первый раз увидел с копытами, мне так было необычно интересно, такие маленькие, как игрушечные. Но вот они менее пугливые, чем их мамаша. Вот мамаша, она прям нервничает, боится. А эту вот на руки взял, и всё. Если захотелось вам погладить его, вы будете там, пусть он у нас в гостях. Но самостоятельно, конечно, мы этого делать не дадим. Только вместе со мной или с кем-то из персонала. Мы взрослым ради потехи мы это делать не даём, а вот детишкам им хочется. В принципе, ничего страшного не будет. Просто когда излишнее внимание, ничего хорошего для животных нет. Поэтому мы потихоньку берём на руки, даём погладить, дети счастливы. Вот сейчас они ещё, ягнята маленькие совсем, один-два дня аккуратненько потихоньку погладили и вышли. Но вот когда чуть-чуть они подрастут, недели, это будут такие весёлые подростки, они будут прыгать, скакать, веселиться, друг с другом играть, залезать на всё, что они здесь могут залезть. Мы снимем про это отдельное видео, подснимем, может быть, или вообще отдельно расскажем, как подрастают ягнята. Я думаю, это будет интересно. Мне нравится больше, когда они уже чуть-чуть постарше и вот начинаются настоящие такие детские резвые игры. С вами был Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона, экоферма Захарова. Жизнь продолжается. Всё здесь на ферме идёт своим чередом. Подписывайтесь, следите за нами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!